приветствую коллеги ассалам алейкум мирному вашему мы начинаем сегодняшний мастер-класс который посвящен полезным приемом работы с оболочкой баш ну или лайфхаками полезными для работы с оболочкой баш поэтому если вы на месте если вы готовы с вас плюс в чат ну или в комментарии ми-ми-ми прием 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 проверка связи но мы будем начинать для тех кто меня не знает давайте знакомиться меня зовут константин герасименко и сертифицированный инструктор академии циска и linux professional института кандидат технических наук по специальности информационной технологии но здесь я представляю университет садиком где мы помогаем студентам начать эти карьеру один специалистам повысить квалификацию повысить экспертность и зарабатывать больше а компаниям найти высоко квалифицированные кадры мастер-классы это новый формат обучения основанными на принципе леонин байдуин обучение на практике ну или практическое обучение соответственно коллегиям буду все рассказывать показывать объяснять демонстрировать ваша задача за мной все повторить как результат у вас появятся вот те самые знания умений навыки которые вы сможете продать работодателю зарабатывать больше но вообще изменить свою жизнь к лучшему стабильному прогнозируемому лучшему поэтому присоединяйтесь к сегодняшнему мастер-классу и так коллеги что вам необходимо для того чтобы сегодняшний мастер-класс получился но первое что необходимо это собственно сама оболочка баш в которой вы будете тренироваться другими словами вам нужен linux второй важный момент это статья из нашего блога я специально для вас подготовил статью 10 полезных приемов для терминала linux собственно вы сможете отсюда просто сделать control c control в и как результат все у вас получится до чтобы вы там не всматривались в плохое качество видео а именно могли реально все вот вот сто процентов говорится выполнить поэтому поехали итак первый полезный прием коллеги это собственно значит утилита а пропоз которая по сути помогает найти вам help к той или иной команде но по сути а пропоз это и есть man минус к man минус f вот если вы умеете хорошо пользоваться маном дата собственно а пропоз по сути то же самое но мне кажется а пропоз легче запомнить чем там какие-то man минус к и так поехали а пропоз ну а дальше вы ищите что-то ищите то что вас интересует на меня например интересует пас в д пас в д и так вот я ввел и соответственно вижу что у меня есть пас в д какие у меня есть пас в д а есть у меня пас в д чинч юзер пас ворд есть у меня пас в д лссс л компьютер паспорт хэш из да такая вот функция есть пас в д 5 паспорт файлы и так коллеги что мы нашли мы нашли разные здесь пас в д посмотрите да но в скобках указана группа ну или категория что это такое но опять таки здесь мы возвращаемся по сути к man страницам вот поэтому нужно уметь пользоваться man страницами но я вот быстро в википедии открыл вот эти вот секции или группы соответственно первая группа это общие команды вторая группа это системные вызовы третья группа это библиотеки функции четвертая группа специальные файлы пятая группа это форматы файлов шестая игры седьмое разное ну и восьмое какие-то административные команды таким образом если я сюда посмотрю то что я нашел я нашел по свд в первой категории до первом разделе это общей команды соответственно эта команда для изменения пароля например там да и я нашел в пятой категории по свд а пятая категория это группа ну или секция форматов файлов соответственно по свд это файл где хранятся настройки пользователей да вот вот таким вот образом вы можете а пропортом найти какую-то там команду которая вас интересует ну а дальше воспользоваться уже man страницей и так как же воспользуется man страницей пишем man пробел дальше указываем категорию или группу ну например один и пишем то что вы хотите посмотреть ну например я хочу по свд по свд нажимаем enter с таким образом получается что я буду смотреть хелл вот этот вот вот то что я выделил вам и соответственно я вижу что по свд change user паспорт да то есть это man страница из первой категории которая посвящена команда прекрасно теперь я хочу почитать man из пятой категории из форматов файлов соответственно я пишу man пробел 5 пас в дпс в дпп и что я вижу пас в дзп пас ворд файл таким образом по сути вот он и т.к. по свд да то есть по сути мы смотрим формат этого самого файла вот таким образом коллеги вы можете воспользоваться утилитой а пропоз и соответственно найти нужную вам информацию и так коллеги это лайфхак был номер один если у вас все получилось как у меня с вас цифра 1 в чат ну или в комментарии ну а мы продолжаем двигаться дальше так это разобрали всех все получилось прекрасно следующий лайфхак коллеги это команда history соответственно команда history позволяет посмотреть историю команд вашего линукса вашей оболочки вашего баша и соответственно вот может вы там что-то делали тогда соответственно вот я пишу history history нажимаю enter и вот пожалуйста у меня что-то там вот высветилось да то есть вот таким вот образом вы можете это дело все повторить до history и соответственно вот тоже там что там высветилось понятно да то есть вы можете вот таким вот образом history посмотреть историю команд каких-то там собственно ваших команд что вы там делали в той или иной оболочки значит следующий важный вопрос как вызвать команду которая есть в истории вот например я хочу вызвать команду ls минус l соответственно она у меня в истории 502 соответственно я ставлю знак восклицания пишу 502 нажимаю enter и пожалуйста команда ls минус l у меня вызвалась то есть через знак восклицания вы можете вызывать ту или иную команду дальше коллеги если вы хотите чтобы команда не попала команда не попала в в историю в историю команд в history то нужно начинать печатать с пробела с пробела да то есть ну например я хочу чтобы где-то может вам пригодиться это может пригодиться когда вы запускаете некий скрипт в этот скрипт передаете параметры например там логин пароль соответственно вы не хотите чтобы логин пароль попадал в историю команд вот поэтому как запустить так чтобы не попала в историю команды это нужно начинать с пробела и так ставим пробел а потом пишем какую-то команду то например я хочу написать команду ps минус у x там нажимаю enter вот там вывелось теперь если я напишу опять history то посмотрите посмотрите так сохраняет сохраняя это у меня здесь в линуксе почему-то сохраняет с пробела с пробела сохраняет так еще раз ps минус у x наверно здесь какие-то настройки настройки так history смотрим history до сохраняет ну вот на этом линуксе сохраняет а вот на этом подождите так ps минус x ну по умолчанию не должен сохранять и так history значит да здесь не сохраняет у меня почему-то здесь на этом линуксе не сохраняет а на этом сохраняет но обычно здесь видать что-то я уже настроил чтобы сохраняла вот но коллеги еще раз если с пробела начинается то обычно не сохраняется но от меня на ноутбуке видите ничего не сохраняет но это в классических настройках где можно поменять все эти настройки это файл баш рц но это уже не в сегодняшнем мастер-классе тем не менее с истории вы уже научились работать и так коллеги в кого получился лайфхак или прием который я показал только что напишите цифру 2 в чат соответственно вы супер молодец вы научились работать с историей поехали дальше следующее что хотел вам показать это midnight commander midnight commander если вы когда-нибудь работали с фаром когда-то до или 100 алкомандером то вам будет знаком вот этот самый midnight commander его необходимо установить в первую очередь там соответственно делаем суда апт инсталл пробел mc mc до соответственно первое что вы делаете вы его устанавливаете но он у меня установленный поэтому 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 должен написать что already newest version да все установлено соответственно дальше его запускаем и так пишем mc и соответственно вот он у меня запустился я его запускаю честно говоря с псевдо графика и поддержкой мышки поэтому у меня команда mc это на самом деле mc минус c а у x c а у x вот такие вот полезные опции тут c это color по моему да там я уже все опции не помню но c а у x вот так это дело выглядит чем преимущество midnight commander а в том что он очень сильно похож на фар соответственно здесь есть различные такие полезные вещи например там можно посмотреть там можно подключаться по ftp по сс и чу там да дальше с файлами можно тоже делать разные вещи там чмоды всякие если вы их не знаете можно делать там да там ренеем там не знаю там вот вот такие всякие вещи да здесь смотрите компа и дарикторис можно сравнивать директории можно узнать размер там например там да вот то есть очень очень даже удобно так в опциях ничего толкового нету но и справа то же самое что и слева поэтому очень сильно вам рекомендую ну и вот здесь вот слева такая вот меню вот соответственно там вы хотите что-то там скопировать соответственно вы нажимаете кнопку f5 пишите новое название там тест . или давайте так чтобы название рядом были писи а минус тест . айди с соответственно enter и пожалуйста вот у меня файл скопировался да то есть то есть я с панели в панель копирую но как обычно мы это с вами вот она да происходит то есть я скопировал отсюда сюда очень удобно поэтому рекомендую рекомендую midnight commander потому что некоторые товарищи даже не знают что такая штука существует и так коллеги кого получился лайфхак номер 3 напишите цифру 3 в чат и это так 3 уже было до 4 напишите в чат и это означает что вы супер-пупер молодец и у вас все получается вы супер молодец здорово здорово так едем дальше значит едем дальше следующий полезный прием которым тоже хотел показать вам это как выключить компьютер или сервер в определенное время но не только выключить а например перезапустить или перезагрузить тоже бывает весьма весьма полезно да то есть вот у вас там сервер вы что-то там хотите чтобы перезагрузилась обновилась там до ночью например в 4 утра соответственно как это дело все сделать так вот коллеги для того чтобы все это сделать нужно воспользоваться командой шутдаун шутдаун ну понятное дело что нужно перезапускать перезагружать или там выключать нужны административные права поэтому запускаем запускаем с помощью суда дальше шутдаун и указываем время сюда он там минус r это ребут там на или минус h h это халт выключить тогда ну ребут например там и вы указываете когда вы там хотите выключить вашу систему но например там в 400 там до 400 нажимаем enter ну и соответственно ваша система дальше будет выключена в перезагружена конкретно вот в этом примере в 4 утра если нужно отменить это дело то соответственно делаем сюда суда шутдаун пробел минус c c это cancel да и соответственно вот ваша система вы отмените перезагрузку ну или выключение тоже бывает весьма весьма полезно но в шутдауне есть еще всякие другие опции например там плюс плюс 15 что это значит через 15 минут а соответственно делаем суда там шутдаун минус r минус минус r ну и дальше я ставлю плюс там 15 например да то есть будет выполнена перезагрузка моего компьютера через 15 минут соответственно вот я enter нажимаю ну и дальше надо подождать 15 минут и это дело все перезагрузится понятная идея до отменить шутаун минус c соответственно будет выполнена отмена перезагрузки ну или выключение вашего компьютера и так коллеги у кого все получилось с вас цифра 5 в чат это означает что вы супер-пупер молодец 5 прием или 5 лайфхак тоже у вас получился ну или в комментарии куда удобно писать пишите 5 вы супер молодец поехали дальше следующая весьма полезная команда это лс логинс которая может показать как полный список пользователей вашей операционной системе вашем линуксе и так давайте тренироваться значит опишу лс лс логин с и пожалуйста вот вывелась информация всех пользователей у меня да значит соответственно вот он уиды идентификаторы пользователей да все это дело классифицируется по уидах дальше пошли именно пользователей дальше вот вот тут вот важная информация то ласт логин да и соответственно вот удобно в таким вот образом это дело все смотреть но у меня здесь на самом деле только один ну да что это за пользователи даймонд сис это все системные пользователи у меня на этом сервере только один пользователь поэтому как бы особо ничего и не увидишь да ну вот я залогинился в 6 утра 39 минут а вот но тоже полезно по сути по сути это вся информация это с файла етк по свд вот по сути тоже самое да только в ком более как бы удобно читаемом формате но на самом деле все оттуда тем не менее тоже такой вот полезный лайфхак и так коллеги с вас цифра цифра 6 в чат если у вас все получилось с лс логином логинс до важный момент то что это в новых линуксов старом этой командой нет вот лс логин с то соответственно посмотрите в старом линуксе нету такой вот команды поэтому вот такие вот нюансы и так цифра 6 в чат ну или в комментарии если вы разобрались с лс логин сам здорово поехали дальше следующее что мы посмотрим следующий лайфхак лайфхак полезный до полезный прием это команда find соответственно с помощью команды find вы можете найти нужные вам файлы тоже бывает весьма весьма полезно значит как искать пишем find find дальше можно указать ну наверное самая полезная опция это будет где искать вот здесь вот там до точку это в текущей папке вы поняли да дальше указываем name искать по имени и давайте поищем все pdf файлы то то есть вот такой вот образом вы можете искать все pdf файлы но вот у меня их тут сколько там файла нашлось и так еще раз clear clear значит как искать по имени find дальше пишите где искать . это в текущей папке минус name это значит что поиск будет выполняться по имени соответственно дальше я пишу в кавычках двойных звездочка . pdf и нахожу все pdf файлы здорово но у файде на самом деле очень много всяких опций вы можете вообще найти все файлы соответственно выполнять поиск не по имени а например сделать type type f type f это значит поиск будет выполнен просто всех файлов но вот у меня тут всех файлов дофига как говорится да поэтому вот такие вот варианты можно найти все директории для этого делаем вот так вот дам find . искать в текущей папке соответственно type dd это тарик тари и пожалуйста вот все директории которые есть в моем моей текущей рабочей папке вот такая вот команда файл ну там много всяких опций вот например можно найти файлы которые размер которых больше 10 мегабайт давайте тоже такой лайфхак find . значит ищем в текущей папке дальше указан опцию type f то есть мы будем искать файлы ну а дальше дополнительно опция сайс сайс вот указываем 10 м соответственно вот файлы размер которых больше 10 мегабайт но их у меня немного соответственно это какой-то pdf ник вот ну а дальше дальше какие-то временные файлы mozilla ну тут собственно таким образом тоже можно искать будет тоже весьма полезно советую одним словом и так коллеги у кого получилось разобраться с файдом нажмите цифру 7 в чат ну или в комментарии это означает что вы супер молодец и у вас как говорится все получается поехали дальше делимся следующим лайфхаком или полезным приемом это как создать дерево каталогов но для этого есть команда мкдир да для создания каталогов директории есть команда мкдир но бывает такое что нужно создать вложенные папки и вот вот новоиспеченные айтишники как бы мучаются потому что по сути берут и печатают там 650 раз команда мкдир хотя можно это не делать есть опять-таки лайфхак как это сделать давайте посмотрим и так значит пишем мкдир потом коллеги очень полезная опция минус п минус п это означает что создавать папки можно рекурсивно да то есть вложенные очень удобно ну а дальше пишем что мы там создаем и так new folder folder вот дальше ставим слэш ну и открываем фигурные скобки а фигурные скобки вы помните что в баше означает это по сути перечисления там да ну и вы можете здесь уже создать итак фолдер 1 дальше фолдер 2 фолдер 3 фолдер 4 да вот пожалуйста таким образом команда у меня одна но она создаст папку new folder и внутри ее еще четыре еще четыре директории да то есть вот вот таким вот образом вы можете это дело все создать да значит нажал enter и пожалуйста да соответственно как проверить ls минус l new folder и пожалуйста вот вот она да но коллеги есть еще лучше утилита которая позволяет делать по сути листинг вот этих вот ваших вложенных папках это утилита 3 итак пишем 3 дальше new folder нажимаем enter и и ага ага вот она у меня не установлена нужно установить поехали sudo apt install 3 так установим это дело все так так ну а дальше 3 и пишем new folder new folder и так смотрите как красиво мне не 3 отрисовала но если там какой-то будет файл то будет тоже внутри это дело все видно просто эта структура пустых каталогов да но если внутри что-то будет то 3 это очень красиво все покажет мы уже отдельно делали мастер-класс об утилите 3 и тоже рекомендую вам пользоваться и так коллеги цифру 8 в чат или в комментарии если вам удалось разобраться с энкодером со структурой вложенных каталогов как это делать быстро поэтому вот такие нюансы и так движемся дальше как скопировать файл сразу в несколько каталогов одновременно да то есть вы хотите вот одной командой но в несколько мест сразу но классическая команда сипи это откуда куда да то есть вот но это не очень удобно но для того чтобы можно было коллеги скопировать в в несколько каталогов одновременно то для этого воспользуемся утилита x arc arc и соответственно это дело все скопируем и так поехали пишем эко дальше . слэш означает что путь у нас идет относительно текущий каталога да ну и тут поехали new folder ну и сейчас я вот вот эти все свои фолдеры перечислю значит понятно да то есть вот таким вот образом я это дело перечисляю куда мне это дело все скопировать вот ну чтобы поместилось в одну строчку то давайте наверно в две папки одновременно не буду я делать много папок дальше пишем вертикальный слэш это перенаправление потока дальше x минус н 1 ну а дальше то что мы хотим то есть x arc он по сути преобразовывает в аргумент вот то что идет слева и так а дальше я пишу команду себе ну и собственно минус в это будет детальный вывод и копировать будем копировать будем какой-то файл какой у меня там файл есть в папке моей вот message до message message . н к да вот вот такая вот команда коллеги посмотрите значит еще раз эко дальше вы пишете куда скопировать вертикальный слэш и x агам преобразуем это дело все в аргумент и так нажимаем enter ну и что я вижу то что пожалуйста message н к скопировался сюда message н к скопировался туда вот ничего здорово да то есть вы можете опять-таки одной большой командой скопировать сразу в несколько мест но теперь давайте три запустим 3 утилиту которую мы только что с вами недавно смотрели и посмотрим какая же там у нас клип какая у нас теперь структура каталогов получилось и так 3 new folder нажимаем и смотрите как она все скопировалась скопировалась две папки одновременно в 2 директор это вот сюда скопировалась и вот сюда вот такая вот интересная собственно утилита x arcs тоже рекомендую весьма полезно можно тоже пользоваться здорово и так коллеги цифра 9 в чат если у вас все получилось это означает что вы супер-пупер молодец освоили освоили копирование нескольких мест ну и собственно вот иксахом тоже научились пользоваться едем дальше значит как удалить содержимое больших файлов с помощью перенаправления пустого потока пустого значения и так коллеги бывает такое что у вас есть некий большущий файл и вы его хотите очистить очистить до соответственно как очистить ну вот например давайте посмотрим у меня с минус l h var log log да соответственно вот я смотрю у меня здесь какие-то логи есть но здесь все файлы маленькие да так кого бы найти так побольше так сообщение ядра так килобайты какие-то да все килобайты нету нету каких-то мегабайтов гигабайтов но это бывает полезно если вас там какой-то большой лох файл и соответственно вы его хотите очистить вот руками чистить неудобно неудобно почему неудобно но потому что вот ну вот например линии слов 442 килобайта да соответственно как открывать редакторами нажимать элиты или dd а если вас там 600 мегабайт чтобы дд будете сколько раз нажимать до 1000 там до 10 тысяч как бы неудобно поэтому давайте посмотрим как это дело все можно очистить итак смотрим линии слов у меня 442 килобайта но я хочу его очистить и так для того чтобы очистить нужно поставить двоеточие перенаправление путь потока ну а дальше указан путь к файлу и так вар лох ну и дальше линии с линии с как он там у меня назывался линии с . лог да и так нажимаем enter а помещен динайт извините значит нужно суда запустить если не пущает коллеги но линии с это утилита для проверки защищенности linux систем от всяких там уязвимости она запускается под рутом поэтому и файлы тоже у меня под рутом получается так не хочет так суда на надо наверно в кавычках как-то запускать значит так 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 не хочет так тогда надо будет сделать давайте другой файл возьмем какой-нибудь который не рутовый не рута давайте возьмем файл так стоп еще раз рутом так давайте посмотрим что у меня тут то есть в папочке и так у меня есть у меня есть вот а вот мой файл который мы с вами уже делали писяй одесс писать тест одесса давайте его очистить он большой до соответственно еще раз как очищаем твои . слэш писяй дальше указываем имя файла enter и пожалуйста смотрим коллег зачем еще раз файл у меня был 995 171 размер его дан ls минус l что мы смотрим теперь теперь он стал 00 да то есть с помощью перенаправления потока вы можете вот таким вот образом очищать большие файлы будьте внимательны особенно то что касается рутовых файлов нужно там где нужно остановиться рутом нужно быть аккуратным потому что можно чего-нибудь как говорится покоцать и так поехали дальше значит коллеги какая там цифра у нас в чате 10 до 10 сбился где-то до 10 9 по идее должно быть 10 значит 10 если у вас все получилось как у меня движемся 10 дальше и собственно следующий последний прием или последний лайфхак это как запустить одну и ту же команду на нескольких серверах параллельно с помощью цикла for можно ли такое сделать да можно оказывается можно и так что нам понадобится нам понадобится файл в котором перечислены айпи адреса всех наших серверов значит у меня это файл сервер с текст выглядит он вот таким вот образом и так смотрим сервер с текст и вот мой файл и здесь перечислены айпи адреса моих серверов то есть вы сюда прям перечисляете все ваши сервера дальше пишем цикл for который пройдется по всем серверам и выполнит там соответствующую команду что важно коллеги то что у меня к серверам подключения идет по ссс и чу и с помощью пароля аутентификации если у вас настроена беспарольная аутентификация по ключу то соответственно пароль спрашиваться не будет тут как говорится зависит от того как она вас там настроена и так поехали пишем for дальше переменная это ой по которой мы будем проходиться in и собственно дальше нужно сделать по сути список соответственно список мы вычитаем с помощью вложенной команды это доллар скобку открыли пишем кэт и соответственно вычитываем вычитываем файл который называется тут и блин все так еще раз не хочет ай 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 так значит кэт серверс . так от табуляции не хочет не хочет придется писать полностью и так еще раз пишем полностью for iron и дальше дальше вот так вот соответственно здесь делаем кэт серверс . текст и дальше . запятой это значит что мы закрыли условия ну а дальше пишем что мы хотим делать дуру ssh куда мы подключаемся у меня пользователь root на серверах дальше ставим доллар и вот здесь вот обратите внимание собачка доллар ай доллар ай будет означать что сюда будут подставляться ip адреса вот тех самых серверов дальше пробел и в одинарных кавычках пишем команду которую мы хотим выполнить на удаленных сервера команда у меня будет простая топ минус n минус b и перенаправим файл который будет называться top out put . text и закрыли одинарную кавычку да то есть эта команда которая будет выполняться на всех серверах которые есть там у меня в этом самом файле с айпи адресами дальше ставим точку запятой это означает что то что выполнять мы закрываем ну и закрываем наш цикл хор данным вот такая вот интересная команда и так нажимаем enter и собственно система спрашивает пароль от первого сервера я ввожу от первого сервера так дальше система спрашиваю ну ты блин коллеги видите как значит и так минус n1 минус b вот так правильно команда и так запускаем еще раз пароль от первого сервера ввожу пароль от первого сервера так пароль от второго сервера так пароль от второго сервера и пожалуйста все отработал еще раз если вас без барольная аутентификация по ключу то тогда никаких паролей спрашивать не будет и будет проходиться по всему списку вашего файла сервер стан по всему списку вашего файла сервис но у меня два ip адреса вот по двум и прошлись и так переключаемся на сервером и на серверах нас должен появиться файл который называется топ аутпут текст и так переключаемся на сервер делаем ls минус l что и вижу до появился файл топ аутпут текст и да собственно эта команда вот вывод команды топ файл вот ну вот пожалуйста да то есть вот да это мой сервер домой сервер вот он пожалуйста значит все это дело есть да теперь переключаемся на второй сервер делаем здесь ls минус l что я вижу до появился тоже файл топ аутпут текст давайте смотрим его содержимое топ аутпут текст и вот да тоже прямо сейчас мы его запустили то есть вот 8 часов 30 минут 7 часов 30 минут ну да то есть все совпаду разные часовые пояса на ноутбуке стоит вот поэтому коллеги все совпадает пожалуйста все работает здорово да то есть вот таким вот образом вы можете запускать в одинарных значит кавычках те команды которые нужно выполнить на серверах и ваш скрипт пройдется по всем этим да кстати вы можете как бы сюда достаточно много запихнуть они все это дело пройдется и соответственно все эти значит команды вас выполнится и все будет как говорится хорошо вот такая вот интересная штука и так коллеги цифра 10 ну или 11 какая там правильно напишите в комментарии или в чат это означает что вы супер-пупер молодец но вот такие вот собственно коллеги мы с вами лайфхаками я с вами поделился полезными приемами надеюсь вам это было полезно и так коллеги кому было полезно оцените сегодняшний мастер-класс лайком в подобайкой ну или нравником ну вообще коллеги предлагайте темы для будущих мастер-классов может вам что-то там непонятно какие-то темы хотите изучить что-то говорится ковыряете она чуть не ковыряется поэтому предлагайте в комментариях темы для будущих мастер-классов мы с удовольствием для вас это делать все выполнить но если для вас интересна тема линукса сетей кибербезопасности программируемых систем ты в упс дэвнет я вас приглашаю к нам на курсы где вы сможете систематизировать все ваши знания формате лен и байду им то есть я вот так вот делаю вы за мной повторяете вот прям все всех получается коллеги если просто сесть и за мной делать да то есть я детально прям очень детально все объясняю ваша задача за мной все повторить очень легко поддается обучению все поддаются обучению надо просто брать и делать поэтому добро пожаловать на курсы на выходе у вас будут международные сертификаты и что важно мы еще помогаем с трудоустройством в большие международные компании поэтому добро пожаловать ну а на этом все ассалам алейку мирному вашему берегите себя своих близких несите тяготы друг друга помните коллеги что сила в единстве поэтому если у вас что-либо не получается то пишите комментарии под видео пишите нам на почту в мой личный ватсап что все что в наших силах вся наша команда будет вам помогать на этом все до свидания